итак ну что ж арияру мои маленькие любители покушать у микрофона как всегда ваш покорный слуга мамуру и мы продолжаем проходить такую увлекательную сборочку как майнкрафт один блок хардкор момента прошлой серии практически ничего не было изменено и ничего не было помененным с исключением наверное ничего как стояла здесь аллея славы так стоит портал до сих портал зажженный и из построек было ничего не построено хотя я планировал в этой серии начать строительство моба фермы и прочих различных интересностей но мы вместе со мной пришли к коллективному мнению то что это на этой картин делать не от необходимости я думаю то что эту карту мы по-быстрому дозакончим и будем постепенно начинать проходить новую сборочку и на этот раз модами и она уже не за горами но и для того чтобы дальше продвигаться по прохождению данной карты ведь я напомнил в очередной раз что это всего лишь карта нам нужно будет с вами зажечь вот это вот данный портальчик и отправиться прямиком в него для того чтобы поискать здесь и фритиков мы уже находимся с вами в аду и мне сейчас предстоит очень долгая походка в крепость ведь именно там я смогу найти и фритов для того чтобы скрафтить огненный порошок и уже огненный порошок я буду использовать для того чтобы зажечь портал который рано или поздно я думаю объявится у меня в основном мире сейчас мне предстоит очень сложная задача как бы отсюда спуститься по-хорошему единственное о чем я не подумал это количество еды но с этим поделать я увы ничего не могу главное что сейчас нам предстоит получать как можно меньше урона и стараться экономить еду и все на свете ведь главная сейчас задача у нас это в первую очередь найти крепость и уже попробовать построить какой-нибудь канал между крепостью и нашей основной базой было очень забавно учитывая то что он решил подбежать и посмотреть что упало с труп его товарища я так подозреваю то что мне сейчас придется наверное отправляться все-таки домой в любом случае для того чтобы пить себе топор еще один алмазный и только после этого сюда возвращаться еще один топор я взял тыквенный пирог я взял в принципе 40 штук я думаю мне все-таки хватит на все про все то что я хочу и уже с этим инструментом я должен уже нормально сделать вылазку в ад не то что первое хорошо что в прошлый раз я не так далеко убежал но в этот раз мне предстоит убежать гораздо гораздо дальше а а вот и крепость здравствуйте долго мне пришлось тебя искать но я уже слышу здесь парочку и фритиков удавать стрелять уже опасная близость с финансом и конечно не улучшает ситуацию того что я могу здесь сотворить но как минимум один стержень нефрита есть здесь уже нашел то есть уже замечательно осталось значит и гораздо меньше тем временем палочку у меня аж 7 я думаю то что этого количества мне должно хватить учитывая то что мне там еще дома должны быть палочки и пожалуй сейчас я отправляюсь из этой крепости еды у меня в принципе хватает и отправляюсь прямо из этой крепости искать лес эндерменов и там уже фармить эндерперлы которые мне нужны будут для зажигания этого самого портала где этот лес эндерменов найти это еще другая проблема а вот и первый эндерперл осталось найти каких-то еще много и еще эндерперл я просто здесь нашел эндерменов которые скитались где-то поблизости но не сам эндерменов лес который я уже пытаюсь где-то полтора часа найти мини вообще не помогает то что я бегу все время в одном направлении и не знаю что делать с моей удачей даже несмотря на то что вроде как бы я отключил шейдер у нас легче от этого мне все равно не становится ведь этого долбанного леса нигде поблизости так нет и нет ну в итоге короче я ничего не нашел и в итоге просто пришел сюда домой во время вот этого монотонного блуждания по окраинам я пришел банально к выводу что я не желаю больше это делать реально потратить полтора часа просто на то чтобы ни к чему в итоге не прийти я думаю то что это пустая трата времени и я надеюсь что когда я подойду к этапу эндермира я смогу встретить здесь эндерменов соответственно которые и другом не эндерперлы и значит я возлагаю все свои надежды непосредственно на этот один блок а для того чтобы эти надежды оправдать мне необходимо его как ни странно начинать сломать но я собственно сейчас и делаю поезды и пчелы какие-то ладно уже ли ли меня потеряли свои жаллы и сейчас умрут к сожалению ладно туманное зелье плавного падения невесомость я не знаю что сказать на это но допустим опа здрасте вас не ждали мы приперлись появился он из одного блока конечно но все же не стоит забывать о том что они все-таки есть в этой версии игры для того чтобы избежать встречи с очередным фантомом нужно просто лечь поспать последнее время из этого блока очень много всякого хлама сыпется я не знаю куда его девать и просто его здесь выкидываю то что реально все вот это вот то что здесь есть за исключение наверное ламинарии просто мусор который вообще не нужен по факту для прохождения и только нужен в декоративных целях но моя творческая фантазия на этом домике в декоративных целях иссякла опа здрасте монстр пати из пчел и зинь фантом фантом днем не страшен пчелы пару раз ударит мне пофиг у меня алмазная броня они все из-за того что пчелы когда жалят банально умирают здесь тем что жало у них сожалению одно а фантом и вовсе мне теперь не страшно из-за того что днем они как бы бесполезно особо такое себе монстр пати фантомы не будут гореть этой ночью посмотрите на них а все потому что они под поделим резиста от огня но я могу с почти с околиной меткостью их отстрелять поэтому не такие же они и страшны даже под файр визе новая пластиночка который раньше не было он судачки с пластиночками но это не так сильно важно ведь и они по факту бесполезны выполняя только декоративную функцию неожиданно очень неожиданно настал вот это банголит gift у меня здесь тортик седло гирка а наконец это первая бирка которую мне здесь удалось найти дать я думаю то что мне здесь есть план буквы изю если объясню чем суть ведь здесь во первых идет отчет 90 секунд мы подождем это не страшно а ход буквы изю будет заключаться в следующем у меня благодаря копания одного блока удалось найти где-то в видимо в одном из сундуков книги и с помощью этой книжной полки я могу сделать кафедру а значит я могу дать одному из жителей профессию новенькую профессию которую этого не обладал то есть безмерно замечательно вы также чтобы сразу не забыть я скрафчу себе сейчас уже на коваленку и потом уже с помощью нее я переименую пёсели и что нами написали без золот флэнд но почему здесь выпадает каменный кирпич для меня очень большая загадка на самом деле ну ладно попробуем его поломать но что из этого выйдет я вообще без понятия а примерно я вышел на этот уровень на четырех тысячах места блоков куда примерно столько и было когда я достиг этого этапа не интересно на скольких блоков будет следующий еще одно яйцо призываю крестьянина зачем она мне я без понятия ну допустим пол это было очень жестко я вам скажу но самое главное я с этих вот поборников выбил h2 тотема бессмертия и случае чего я надеюсь то что вот эти вот тотемы мне помогут выжить какой-нибудь экстренной ситуации я бы предпочел чтобы подобной ситуации здесь не происходило яйцо призыва крипера я не могу придумать ни одного случая где бы мне это яйцо действительно понадобилось вот таких вот партиклов я точно раньше не видел только что здесь золото приманка третья и или невидимости хотя тут написано редкий сундук но дроп тут очень очень плачевный могло бы попасться что-нибудь более интересно еще поборники а вернее еще тотемы еще целых 24 тотемы в общей сложности это очень классно с осталось разобраться с этой мелочью вот эти вот тотемы помогут мне очень сильно на финальном боссе которого я здесь встречу но судя по тому как не быстро продвигается ломание этого блока что будет очень очень нескоро папа монстр party здравствуйте и шуница пара летающих тварей поборники прочее очень серьезные противники я вам скажу и то что в прошлый монстр party не такой серьезный монстр party как казалось мне на первый взгляд вот эти вот и короче вообще никакой опасности для меня по факту не представляют поскольку больше их часть просто забивает на меня в какой-то момент и улетают отсюда а все которые заперты были здесь они буквально все ватные и абсолютно никакой опасности не представляет поэтому мы кушаем немножечко тортика удивляемся теперь как много всяких у нас тотемов теперь и продолжаем успешным образом рубить этот один блок спасибо великий рандом о спасибо тебе за то что ты дал мне наконец-то тростник не прошло и всей сборки наверное реально вот просник если бы ты мне дал хотя бы вы скажем в начале хотя бы на вот втором бы этапе до ада где он был действительно нужен вот тогда бы я реально был бы рад этому но сейчас вот уже когда близится конец этого прохождения я не уверен что мне сильно нужен но ферму тростника я думаю сейчас все таки построить нужно будет как только я перейду сейчас на новый этап я думаю займусь как раз этим вопросом еще два поборника нет на этот раз один но в любом случае негодяй и дропнул мне тотем даже мочил его в этот раз ладно то есть шанс не сто процентов все таки да ладно значит мне просто везло в те разы а он валит gift еще один я пока не смотрел что внутри и временем пять тысяч практически 500 у меня блок выкопано пузырьки опыта лазурчик короче абсолютно ничего интересного как всегда 100 секунд на этот раз and the end и правильно последний у нас это патент как минимум уже здесь спавнится интернет а надеюсь то что здесь мы будем видеть большое количество эндерменов благодаря чему мы нафармим эндерперлы ну а теперь я пожалуй буду приступать потихонечку строительству непосредственно самой фермы вы правильно понимаете перед мной сейчас стояла главная задача это грамотно распорядиться временем для этого я поставил перед собой задачу сделать автоферму тростника чтобы иметь возможность по афк-шить и надобыть много бумаги без напряга а чтобы афк было чуть более эффективным помимо ожидания я решил провести его на автоферме камня слэш булыжника который тоже предстояло еще построить процесс строительства а применялся лишь фактором отсутствия у меня явных строительных блоков в связи с чем строить приходилось из того что под руку попадется ну а ферма тростника это стандартная ферма в основе которой лежит блок детектор который при вырастании тростника дает команду поршням этот тростник срубать а уже вагонетка с тростником выпадавшие блоки срубает я экономил практически на всем и я рад что на это строительство у меня хватило ресурсов всего пара воронок и пара блок детекторов и дело в шляпе ну а ферма же камня слэш булыжника была построена чистой из интереса в основе ее лежала механика при которой лава разлившись на блок воды образует обычный камень а воронки находившиеся сразу под ним не дают этому камню сгореть еще не успев появиться ну и в итоге после небольшого таймскипа после предыдущей постройки мы имеем следующее вот это вот наша фермочка основанная как раз вот на этих блок детекторах и поршнях принесла мне за небольшое количество времени вот такое вот большое количество ресурсов и весь вот это вот тростник хотя бы три стака в данный момент хочу я пустить прямиком на очаровательный стенд очаровательный столик где я буду зачаровывать себе предметы помощью которых я и буду уничтожать будущего нашего босса но к сожалению прямо сейчас очаровательный столик я скрафтить не могу поскольку у меня закончилась вся кожа абсолютно вся у меня осталось лишь три штучки и этого крайне мало и с этой целью давайте пойдем сейчас попробуем поубивать парочку коров которые здесь у нас обитают но предварительно их нужно размножить чтобы их популяция вовсе здесь не исчезла тем я вроде размножил и теперь пора убивать в итоге после геноцида небольшого у меня теперь пятьдесят шесть кожи плюс три штучки которые у нас находятся в сундучке вроде бы этого количества нам не хватит но это мы сможем проверить непосредственно на практике создаем себе книги и воспользовавшись обсидианом и алмазами создаю себе чародейский стол а из оставшихся книг я крафчу себе книжные полки я не стал заворачиваться особо где ее разместить разместил и прямо рядом с этой первой правда тут вспомниться у нас мобы но я думаю то что и с этим мы сможем что сделать дальнейшем на мое удивление здесь книжных полах хватило даже слегкой и по идее если я сюда смогу положить любой инструмент именно 30 уровень я смогу здесь зачаровать я думаю зачаровывать я буду уже за кадром поскольку это не самый интересный процесс который может нас застать не самое интересное что это может происходить но на мой взгляд самым интересным здесь сейчас будет являться проведение небольшого интерактива и как я люблю это делать это будет под конец серии интерактив же сам мне хотелось бы начать непосредственно с того обещания которое давал еще в первой серии а именно я говорил то что если у меня появится бирк то я обязательно переимену вот эти вот песелей а точнее обещал переименовать одного песеля в имя которое вы предложите у меня в комментариях а так как у меня сейчас две бирки то и пожалуй будет здесь два имени первым будет пушок а второго будут звать борман борман и пушок теперь вы будете здесь жить и успешно меня радовать своими красивыми мордашками ну а теперь к самому интерактиву а я напомню со своей стороны то что в интерактив может попасть совершенно любой зритель моего канала для этого вам нужно лишь оставить родомные комментарии под этим видеороликом с большой вероятностью следующей серии вы попадете на доску почета а если же вы уже есть на этой доске почета то ваш уровень будет повышаться на 1 например с 0 до 1 то есть с пустого манекена на кожаную броню с кожаной до железной железной до алмазной и так дальше плоть до назарит вы и даже выше ну и впервые в истории этого летсплея я хочу поздравить вот этого человека с тем что его уровень повышается на одну единицу и он надевает впервые за историю опять-таки этого летсплея кожаную броню а также я хочу поздравить вот этого комментатора с вот этим комментарием которые в этом сезоне впервые попадает на доску почета у нас со своей же стороны я просто хочу напомнить то что у каждого из вас есть шанс попасть на эту доску, и у каждого он равный. Все зависит от силы великого рандома. Ну и пока на таком прекрасном моменте я буду потихонечку заканчивать эту серию. В следующей серии я обязательно посильнее подготовлюсь, в том плане, что я уже обзведусь очень крутой и классной зачарованной броней, с зачарованными инструментами, и мы будем с вами уже готовы целиком и полностью проходить эту замечательную карту. Ну а на этом все, всем спасибо что досмотрели до конца, у микрофона было как всегда, ваш покойный слуга Мумору, еще услышимся!